Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, достаточно оказаться свидетелем даже одного невинного страдания, чтобы все существующие объяснения зла, а их много, показались плоскими и неубедительными. Зло, торжество зла остается и для верующего в Бога человека, и для неверующего, но особенно для верующего сознания страшной необъяснимой тайной. И в этой тайне вера видит только два ответа. Вернее, не ответа даже, а два опорных пункта, две очевидности. Одна – это связь зла с тайной свободой, другая – образ страдающего Христа. То есть основополагающий для христианской веры опыт Креста с пригвожденным на нем человеком, о котором мы говорим, что он Бог, в которого мы веруем. Давайте кратко остановимся на каждой из этих очевидностей и попробуем, как это нетрудно их объяснить. Первое. Тайна свободы. Как ни странно, но те же люди, которые отрицают Бога, допускающего в мире столько зла, осуждают религию даже за это, что она якобы порабощает человека, лишает его свободы. Ведь восстание против религии, борьба с ней ведутся и велись во имя свободы. Но что же такое свобода, как невозможность выбора? И значит, выбора как раз между добром и злом. Если человек не может выбрать зло, он не свободен. Если он свободен не призрачно, а по-настоящему, он может выбрать зло. Так вот, христианство всегда утверждало и утверждает, что Бог сотворил человека абсолютно свободным. И именно эта свобода есть главный источник столь часто торжествующего в мире зла. А еще в библейском рассказе о сотворении человека Адам выбирает зло, потому что он свободен. Но зло порождает зло, делается само источником зла. Иными словами, если Бог, как говорят, допускает зло, не препятствует ему, оказывается как бы бессильным перед ним, то это только потому, что он, создав свободное существо человека, раз и навсегда ограничил свое всемогущество. Если бы человек не был свободным, он не мог бы свободно выбрать то добро, ту красоту, то совершенство, к которому свободно призывает его Бог, не мог бы быть другом Божьим. Но, будучи свободным, он может также свободно выбирать зло и быть целиком за этот выбор ответственным. Но объяснение это было бы не только неполным, но и ложным, не будь оно укоренено во второй очевидности, а именно в образе и опыте страдающего Христа. Почему именно крест? Именно крестные страдания составляют сердцевину христианской веры. Конечно, потому что здесь ответ самого Бога на торжество зла и одновременно начало и источник победы над злом. Вот если упростить до крайности, то эти размышления можно выразить в следующей формуле. «Если Бог раз навсегда ограничил себя свободой человека и потому не может разрушить зло извне, ибо это значило бы отнять у человека его свободу, то у Бога любящего человека и желающего спасти его от зла нет другого пути, как взять на себя страдания человека, принять на себя все зло мира и изнутри разрушить его своей любовью». Вот последняя тайна христианства. У пророка Исаии мы слышим в 53 главе 4-5 стихи «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, он был наказан за наши грехи, и ранами его мы исцелены». Весь добро, весь любовь, весь беззащитность Христос свободно отдает себя власти зла, ненависти и злобы. «На одном этом человеке, про которого предающий его Пилат говорит, я не вижу в нем никакой вины, на одном этом человеке сосредотачивается все зло мира, вся его ненависть, и в том весь смысл страданий Христовых, что ни разу, нигде, никогда не отвечает он на это зло злом, на насилие насилием, на ненависть ненавистью. И в Евангелии от Луки в 23 главе 34 стих мы слышим «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И вот в этом мире, полном страдания, злобы и ненависти, живет неистребимо образ распятого. И наша вера знает, что он участвует в каждом страдании, состраждет всякому страждущему, стоит у всякого мучения. Зло, видимо, торжествует, видимо, внешне. Но тем, кто спрашивает меня, как же молчит, как допускает все это ваш Бог, я не буду отвечать. Я могу указать на крест, на распятого на нем Бога и на слова Евангелия о том, как в ночь перед своей смертью Христос начал скорбеть и тосковать. И укажу на Евангелие и особо на 26 главу 37 стих. Нет, не остался Бог безучастным к нашему страданию, но вошел в Него и принял Его. И потому так часто именно страдающие находят Бога, встречают Христа и верят в Него. И найдя, не спрашивают, где же Бог, потому что знают, Бог рядом во мне, дающий мне силу нести крест, а значит, само страдание и даже зло претворять в победу добра. И на этом фоне иногда задумываешься, а не странно ли всецело благополучные, всем обладающие слишком часто не чувствуют Бога. Но достаточно человеку прикоснуться к страданию, освободиться от призрачного земного счастья, как начинается его встреча с Богом. Ибо Христос, взяв на Себя все человеческое страдание, притворил его в путь к Богу, в полную победу над злом. Песня. Гимн Русский Свят. С Берем. Гимн Русский Свят. Песня. 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 Песня.